друзья всем привет с вами orex у нас очередное обновление автоматика до версии 1.7 на первый взгляд может показаться что обновлений очень мало но обновление есть и они достаточно интересны если ваш автоматик не обновился до последней версии то вы можете обновить его следующим образом можете скачать у нас с бусти вот такой вот бат файл называется апдейт просто два раза по нему щелкаете и у вас происходит автоматическое обновление второй вариант обновления нажимайте правой клавишей по файлу в обе за bad выбираете изменить и в открывшемся файле пишите слово get pull если у вас это слово написано то по идее у вас автоматик должен автоматически обновиться если вы не хотите чтобы вас автоматик автоматически обновлялся то эту фразу можно закомментировать следующим образом поставить дважды двоеточие вот таким вот образом в этом случае эта строчка считается закомментирована соответственно она выполняться не будет и обновление у вас автоматической происходить тоже не будет естественно не забывайте нажать файл сохранить и перезапустить ваш автоматик я обновление запускаю специальному таким вот бат файлом как узнать какая версия автоматика у вас на данный момент вы можете прокрутить интерфейс автоматика в самый низ и вот здесь вот есть version 1.7 это означает что версия автоматика 1.7 теперь давайте посмотрим какие новшества с версии 1.7 у нас появились первое это в настройках settings у нас появилась строка поиска то есть теперь строку поиска мы можем начать записывать нашу настройку и она автоматически будет отфильтрована и показана у нас интерфейс это достаточно удобно и облегчает время поиска данной настройки настройки уже давно есть не хватало еще у нас появилась долгожданная кнопка вставить prompt допустим выбираем какой-нибудь негативный prompt и хотим его вставить в нашу подсказку нажимаем эту кнопку и он вставляется после обновления 1.6 этой функции не было и мы пользовались обычно расширением boomer теперь в общем-то расширение boomer не нужно это уже есть из коробки настройках клора добавились некоторые опции теперь здесь можно посмотреть training data tags можно поправить фильтр этой лоры с какой модели она будет доступна с какой недоступна у некоторых лор даже появился генератор prompt а вот так вот он работает но это есть не у всех лор раньше у нас была одна горячей клавиши для запуска генерации это было сочетание клавиш control enter а теперь у нас появилось еще второе сочетание alt enter теперь мы можем нажать alt enter и запустить генерацию теперь вкладке high res fix и refiner выглядят более правильно когда мы их открываем у нас появляется вот такая вот галочка что говорит о том что это опция включена когда закрываем это галочки исчезает показывая что эта опция у нас выключенной ну и то же самое с рефайнером и такая же опция еще появилась и его реактора теперь мы тоже видим что она включена галочкой а так выключен скриптах у нас xyz plot у нас появились следующие кнопки которые позволяют перемещать настройки с одной буквы на другую примеру с x на y с x на z или наоборот иногда такое нужно было сделать но вот этих вот кнопок не было и это было достаточно неудобно а теперь более масштабные настройки которых в интерфейсе не видно теперь у нас стал доступен еще один ключ это skip load model at start это означает чтобы при старте у нас модели не загружалась в интерфейс и соответственно загрузка интерфейса должна происходить быстрее для этого нужно прописать вот такой вот ключ в бат файле web user bat у нас добавилась поддержка модели ssd 1b это такая модель sdxl которая работает быстрее чем обычная sdxl и с меньшим потреблением видеопамяти называется она полным именем sigmind ssd 1b версия 1 и еще для нее есть специальная lsm модель подключается она вот так вот следующим образом это network to prompt здесь выбирается lsm модель именно 1b если кто не пользовался lsm моделями то вот эта вот опция добавляется в settings и теперь у нас есть специальный поисковик здесь пишем quick и не лазим уже по всем вот этим настройкам кстати заметьте у нас теперь есть под заголовки опций чтобы было проще немножко ориентироваться в этом большом наличии разных настроек и давайте перейдем в quick settings и здесь нам нужно написать sd лора и выбрать соответствующую опцию вот такую вот sd лора нажимаем apply settings reload ui после перезагрузки вас появляется в quick settings вот такая вот опция и здесь вы можете выбрать lsm модель что такое lsm модель эта модель быстрого согласования она позволяет генерировать с меньшим количеством шагов steps ssd 1b который получил новую поддержку теперь она генерирует лучше и что она дает совместно с lsm 1b мы сейчас ввели вот такой вот prompt здесь выбрали вот такие вот параметры я сейчас проговаривать не буду можете поставить на паузу и посмотреть все эти ссылки на lsm и на 1b на вот эти вот prompt и которая сейчас показываю чтобы вы прям могли вот так вот поле prompt и закинуть png вот это изображение получить все настройки соответственно надо будет нажать эту вот синюю кнопку и все настройки вас распределяется вы просто повторяете моя генерация и соответственно уже тогда не нужно будет списывать с экрана просматривать там на паузу ставить в общем то вот такая вот картинка 1024 на 1024 sdxl ssd 1b у нас генерируется за 6 2 секунды на видеокарте 3060 12 гигабайт и видеопамяти это занимает 9 и 6 гигабайт давайте увеличим это изображение вот так вот она выглядит и кстати появилась еще одна опция о версии 1.7 теперь у нас появилась вот такая кнопка мы можем нажать и в полный экран в сто процентов разглядеть это изображение можно поворачивать колесико мышь чтобы прокрутить изображение ниже выше но это еще не все давайте теперь повысим размер этого изображения до 1600 на 1600 это очень большой размер для sdxl модели на моей видеокарте 3060 это просто сильно загрузит и генерация будет достаточно долго и если мы такой размер поставим на скорее всего будут сдвоенные какие-то элементы ничего хорошего нас не выйдет для этого давайте воспользуемся еще одной опцией про которую я уже говорил в предыдущих уроков на прошлой неделе я говорил про расширение кухья high resfix это не тот high resfix который у нас стоит вот здесь это другой high resfix принцип этого расширения немного другой он не позволяет изображением двоится то есть искусственно сначала понижая размер изображения генерирую первые шаги и потом его повышает и уже до генерирует как вы мечту имидж но я об этом всем рассказывал сейчас не буду углубляться просто устанавливаете вот это вот расширение high resfix просто включаете и все больше есть настраивать вообще ничего не нужно и давайте нажмем generate посмотрим за сколько это все сгенерируется сколько потребуется видеопамяти и самое главное какой результат мы получим на выходе и вот пока я говорил уже сгенерировалось изображение мы получили изображение 1600 на 1600 за время 11 секунд и видеопамять у меня правда съела всю 12 гигабайт если у вас нет 12 гигабайт видеопамяти я думаю это все равно будет работать просто чуть медленнее давайте откроем это изображение и воспользуемся нашей новой опции развернуть сто процентов и теперь мы можем сто процентов посмотреть то что у меня за 11 секунд сгенерировалась на видеокарте 3060 вот такое-то изображение принципе она даже в апске или не нуждается и этим решением действительно можно пользоваться она стала работать гораздо лучше то есть эта модель стала работать лучше lsm стала работать лучше и в сочетании с вот этим вот кох и high resfix это вообще просто пушка если вам нравится мои видео обязательно подпишись на канал подпишись наш чат telegram нашу группу и заходи конечно же на стримы там очень много разной информации говорим об этом все мы будем там еще дополнительно говорить еще вот этот вот опция это network to prompt то есть выбор лора который я показывал она принципе не обязательно если вы возьмете картинку скачать из бусти вот с готовым промптом закиньте ее вот сюда вот в промпт нажмете синюю кнопку то здесь у вас уже ставится вот эта вот запись которая и отвечает за то что это лора вставлена в промпт еще в эту лору по идее можете найти его действие на вкладке лора и вот здесь она по идее должна быть но если вы будете нажимать refresh и и здесь не будет потому что эти лор отфильтрованы как версии 1.5 но и в этом случае пользоваться вот этим вот блоком не обязательно вы можете сделать по-другому выбирайте модель 1.5 дальше переходите в лоры нажимаете рефреш и вас отображаются все лоры потому что вот эти вот лоры lsm они помечены как версии для 1.5 смотрите как это можно поменять выбираете лору lsm 1b нажимаете вот этот вот значок переходите в настройки это лора и здесь есть stable diffusion version то есть это фильтр версии вот этой вот лоры сейчас она отфильтрована для версии 1.5 видите sd1 вам просто нужно выбрать sdxl выбираем sdxl нажимаем save соответственно можно сразу для вот этой вот версия sdxl лора то же самое проделать чтобы она тоже фильтровалась как sdxl лора то же самое вы кстати можете делать и с моделями и с другими лорами которые помечены как sdxl но они допустим если не отображаются теперь выбираем нашу модель ssd 1b вот эта модель выбралась теперь переходим обратно в лоры нажимаем еще раз рефреш чтобы убедиться что эти лоры фильтруются и видите эти лоры остались давайте all нажмем то есть все лоры показать еще раз рефреш смотрите все лоры которые в своем фильтре содержат sdxl они в общем то и здесь сейчас отображены здесь кстати часть лор помечены неправильно вот это вот лора она не для sdxl она просто здесь помечены как unknown если unknown то будет отображаться вообще везде соответственно мы можем здесь поправить для версии 1 нажимаем save и если мы нажмем refresh то это лора здесь уже нет соответственно таким образом можете навести порядок своих лорах вот и то что касается lsm нажимаем lsm 1b видите она убирается отсюда еще раз нажимаем она добавляется поэтому эта опция в принципе не нужна возвращаемся в settings выбираем в поиске забиваем quick видите как очень просто теперь стала находить нужную опцию то есть quick и отсюда просто удаляем вот так вот эту опцию нажимаем apply entry load ui и теперь эта опция нам просто не будет захламлять вот этот блок быстрых функций и мы можем в общем-то пользоваться без нее таким образом но давайте продолжать дальше теперь будет еще более интересная информация с версии 1.7 заявленное новое сжатие для моделей и теперь должна появиться сжатие fp8 сначала у нас было сжатие fp32 и модели весили очень много потом появилось сжатие fp16 и модели стали весить гораздо меньше в два раза меньше а теперь появляется fp8 и модели будут весить еще меньше и видеопамяти это будет потреблять тоже еще меньше и вообще есть последний месяц stable diffusion движется к ускорению и к меньшему потреблению видеопамяти добавлены lsm модели добавлены специальные sdxl модели turbo модели которые могут генерировать прям практически моментально а теперь еще и сжатие fp8 ссылку на эту страницу я тоже приложу в бусте вы можете сами открыть посмотреть здесь есть примеры генерации с включенным fp8 и с отключенным и в общем-то разница в качестве здесь есть но она не такая значительная а скорость генерации потребления видеопамяти видимо будет значительно и используемая опция fp2 будет экономить с ключом медврам 800 мегабайт видеопамяти при моделях 1.5 а при используя а при использовании sdxl моделей будет экономить два с половиной гигабайта видеопамяти здесь написано что с windows 11 нужно делать вот такую запись с применением вот это вот медврама то есть нужно еще дописать опыт channel last и xformers я так думаю это будет работать не на всех видеокартах это надо пробовать экспериментировать если вам скину вот такую ссылку на вот это вот обновление здесь показано в общем-то все функции которые добавлено их тут достаточно много я назвал только некоторые из них вы же можете просмотреть весь набор этих функций они есть помечены как незначительные значительные расширение и api в общем-то посмотрите достаточно будет интересно из версии 1.7 нас добавилась еще одна классная опция это хупертайл она ускоряет скорость генерации давайте посмотрим как это работает насколько она ускоряет генерацию изображения я выберу модель на базе 1.5 делиберит версии 5 отличная модель размер изображения я ставлю 768 768 сид я сейчас зафиксировал и давайте посмотрим на скорость генерации 9 и 6 секунд давайте на всякий случай еще раз генерирую посмотрим стабильно ли это скорость да смотрите 9 и 5 секунд у нас происходит скорость генерации 9 6 9 и 5 теперь переходим в настройки settings опускаемся здесь ниже и находим вот такую опцию хупертайл называется нажимаем по ней перемещаемся немножко вверх и смотрим здесь у нас есть следующие настройки здесь можно поэкспериментировать прочитать перевод можно вот так на русский просто временно перевести почитать но сейчас я все настраивать не буду оставлю так как разработчики здесь это выставили возвращаемся обратно на английский язык и давайте просто сейчас включим вот этот вот хупертайл выберем enable enable нажмем apply settings reload ui и сейчас я выставил все те же самые настройки та же самая подсказка та же самая модель делиберит 5 то же самое разрешение тот же самый сид по идее у нас должно получиться то же самое изображение кстати его сохранил на всякий случай вот так у нас изображение без хупертайл выглядело давайте запустим генерацию посмотрим что получается и вот такая вот генерация у нас получается у нас произошли небольшие изменения сейчас мы сравним эти картинки обязательно давайте обратим внимание на скорость 8 и 5 секунд против 9 и 5 это больше чем 10 процентов процентов 12 по скорости прирост у нас получилось давайте теперь сравним эти изображения по качеству и по повторяемости изображения слева изображение которое у нас исходно генерировалась без хупертайл а справа супертайл в принципе они отличаются то есть повторяемость у нас не соблюдена но по качеству в принципе все очень даже прилично то есть каких-то от заметных вещей по потере качества я не вижу то есть в принципе изображение адекватные у нее фары поменялись немного то есть здесь там на бампере какие-то изменения в общем концепции изображения осталось то есть видно что следование сиду есть но присутствует изменение но мне кажется даже по качеству изображения даже может быть и получше посмотрите на задний план на вот эту правую часть то есть и передней то есть она мне кажется точно не хуже стало немножко другая но точно не хуже чем друзья вот такие вот обновления нас версии 1.7 они на самом деле очень серьезные особенно с сжатием fp8 я думаю последствия по снижению объема модели и снижение потребления видеопамяти точно будут в принципе и и и и и и